Время новостей на телеканале Север, в студии Алина Волчейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. В Ненецком округе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. В регион поступили специальные термоконтейнеры, в которых перевозят вакцину. Творчество как способ сохранения ненецкой культуры. В нашем эфире расскажем о народной мастерице из села Нейс, которая занимается пошивом красивых кукол и стилизованной национальной одежды. В Нарьинмаре определили победителя ежегодного турнира по мини-футболу на Кубок Ненецкого регионального общества «Динамо». Финал прошел в спорткомплексе «Лидер». Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Глава региона Юрий Бездудный поручил разработать окружную программу по обновлению пожарной техники в селах. Эта тема стала одной из центральных на расширенном еженедельном совещании губернатора округа. Глава региона обратил внимание на нехватку пожарной техники. Коллеги из партии «Единая Россия» предложили провести обновление пожарной техники в рамках программы комплексного развития сельских территорий. Я эту инициативу поддерживаю и даю поручение профильному департаменту разработать окружную программу обновления пожарной техники в селах. Кроме того, Юрий Бездудный поручил провести дистанционное обучение сельских пожарных. В свою очередь администрации Заполярного района и главам муниципалитетов было поручено обустроить в населенных пунктах теплые боксы для пожарной техники. С руководителем администрации уже разговаривал Заполярного района. Они готовы подключиться к этой работе. Добавлю, за минувшие две недели на сельских территориях произошло три пожара. В Нельмином Носе и Несе, а также в деревне Андик. В Ненецком округе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. В регион поступили специальные термоконтейнеры, в которых необходимо перевозить вакцину. В ближайшее время будет составлен график транспортировки в село. На сегодняшний день прививку от COVID-19 уже сделали более 1800 жителей региона. Нельминомарцы вакцинируются в городской поликлинике, жители поселка Искателей в центральной районной поликлинике. Как пояснили в профильном департаменте, перед проведением вакцинации необходимо проконсультироваться с участковым врачом или фельдшером. Обязательного исследования на ПЦР и ЕФА проводить не требуется. Вот буквально сейчас у нас закончился ВКС под председательством министра здравоохранения. И все регионы, которые отчитывались, им было указано то, что вакцинироваться необходимо и дополнительных исследований не требуется. То есть вакцина в ходе ее гражданского оборота имеет уже какие-то наработки, какие-то последствия. По крайней мере, коллеги из других регионов, у которых идет большой поток вакцинации, говорят о том, что исследования совершенно не нужно проводить. То есть это, наоборот, оттягивает процесс вакцинации, что может спровоцировать развитие третьей волны, которая уже будет вызвана модифицированным вирусом и возможны тяжелые последствия после такого. Жители сел могут привиться в местных здравпунктах. Для этого сельские медики направляют соответствующие заявки в Ненецкую окружную больницу. Вакцинируют двухкомпонентным гамм-ковид-вак. Его транспортировка организована по принципу холодной цепи. Хранить и перевозить вакцину можно только при температуре минусу 18 градусов. Чтобы охватить вакцинации большее количество сельских населенных пунктов, в регион поступило 6 термоконтейнеров для перевозки. Вакцина перенесет перелет. Она не растает, учитывая, что в самолете тепло. На сегодняшний день термоконтейнеры отправлены в Красное. 26 февраля доставят в НЕС. Что касается остальных населенных пунктов, которые прислали свои заявки и готовы вакцинироваться, отправка состоится по составленному графику. В Ненецком округе прошел семинар-практикум по заполнению заявлений для лиц из числа коренных и малочисленных народов Севера. Это необходимо, чтобы граждане могли без бюрократических проволочек реализовывать свои социальные и экономические права, предоставленные федеральным и региональным законодательствам. В 2020 году в федеральный закон внесены поправки об основных гарантиях прав малочисленных коренных народов Севера. В частности, он был дополнен статьями, которые предусматривают введение списка лиц из числа КМНС, которые смогут реализовывать свои права в упрощенном формате. Если раньше, до сегодняшнего момента, и сейчас, вернее, продолжается ситуация, когда граждане, которые относятся к малочисленным народам, они каждый раз обращаются в различные государственные органы, органы местного самоправления, должны предъявлять документы, подтверждающие их национальную принадлежность. С нынешнего момента, с этого года ситуация меняется, и все граждане, которые пользуются какими-то дополнительными правами и преференциями, будут включены в список, который ведет Федеральный агентство по делам национальности. При обращении в другие госорганы граждане будут просто уведомлять, что они относятся к тому или иному народу. Государственный орган или структура уже самостоятельно запросит информацию из единого списка. Национальную принадлежность подтверждать больше не придется. Не у всех есть определенные документы. Жаловались на вот эту большую волокиту, которая связана с доказательством. Сегодня, однажды вступив в список лиц, мы будем предоставлять другим государственным органам информацию, из этого списка по системе межведомственного электронного взаимодействия. Сейчас активно идет заявительная кампания. Граждане включаются в список на основании их собственных заявлений. Не обязательно делать это всем, кто относится к коренным народам, а только тем, кто пользуется определенными преференциями. Например, регулярно получают разрешение на охоту, рыбалку, получают социальную пенсию. Развитие этнотуризма невозможно без сохранения народных промыслов. К такому выводу пришли участники круглого стола, организованного Федеральным агентством по делам национальности России и администрации Ненецкого округа. Народных умелец сегодня в Заполярье действительно мало, зато какие. В следующем материале расскажем о творчестве уроженки Канинской тундры Натальи Латышевой. Вооружившись иголкой, ниткой и ярким бисером, Наталья Латышева наряжает одну из своих кукол в Ненецкий сюдор. Так называется национальное женское украшение для головы. Любовь к творчеству у мастерицы появилась с малых лет. Детство Натальи прошло на Седом Канине в тундре. Очень люблю вспоминать, как мы в детстве жили в тундре. Все очень было интересно. И я помню, что в детстве мы всегда бегали по сопкам, собирали мороженку там где-то, собирали дикий лук, ходили на рыбалку, хозяйничать помогали родителям, маме в тундре. Вечерами Наталья вместе с сестрами училась у мамы выделывать шкуры и камусы оленей. В тундре без этих навыков попросту не выжить. Будучи маленькой девочкой, Наталья уже пристрастилась к шитью. Из-под иголки будущей мастерицы выходили платья и паницы для кукол. Во взрослой жизни любовь к творчеству привела Наталью в дом ремесел Селонесь. Ненецкая красавица начала обучать мастерству детей. Канинские куклы Натальи Латышевой завоевали любовь жителей Крайнего Севера. Это авторская кукла. Да, они, конечно, у меня с 2013 года, так скажу, что облик свой поменяли. Личики я им рисую сама. Потому что вообще Ненецкая куколка – это куколка Ока, которая делается из клюв. Которая в качестве головы как раз клювит птицы. Мне показалось, что было бы неплохо, если бы это были куколки, которые будут похожи на человека, которые будут одеты в стилизованную ненецкую одежду. Помимо кукол мастерица шьет стилизованную ненецкую одежду, аксессуары и предметы для интерьера. Работы Натальи Латышевой неоднократно представлялись на международных выставках и ярмарках. Канинская мода отличается своей оригинальностью, простотой и яркостью. Здесь нет обилия орнаментов, однако такие вещи смотрятся достаточно эффектно не только в тундре, но и в городской среде. А на Канине же орнамент, честно скажу, что как-то сдержанные костюмы, яркие, но благодаря, может, нашему своеобразному оформлению этих костюмов, то, что у нас орнаментами служат простые полоски, которые сшиваются друг с другом, и мне очень нравится. У меня вообще есть идея по созданию небольшой коллекции, может быть, этой одежды стилизованной, канинской, может, современные какие-то, может, костюмы, может, платья, может, там, не знаю, может, это будет пальто даже. Развитие традиционных промыслов сегодня одна из важных задач по сохранению ненецкой культуры. В селах Заполярье становится все меньше мастериц, которые продолжают дело своих предков. Народным умелецам необходима поддержка. Кроме того, опыт и знания нужно передавать молодому поколению. Этот вопрос в ходе Круглого стола по развитию этнотуризма подняла мастерица из поселка Красное Лилетой Борей. Сейчас разрабатывается тоже такой проект совместный с ВВФ, как грантная поддержка, то есть в идеале создание мастерских на производство национальной, между опытом и сувенированным продуктом здесь каждый день. В ходе дискуссии представители Федерального агентства по делам национальности, региональной администрации, Центра развития бизнеса и представители предпринимательского сообщества сошлись во мнении. Создание стилизованной одежды, предметов, интерьера и сувениров – неотъемлемая часть этнотуризма. Ну а первоочередная задача для привлечения в регион гостей – создание необходимой инфраструктуры. Для создания условий по привлечению турпотока необходима прежде всего точечная федеральная и региональная поддержка. Например, создание инфраструктуры, дорог, аэропортов, в том числе в сельских населенных пунктах, рядом с которыми расположены объекты показа, объектов размещения, снижения визовых барьеров. Для преодоления указанных ограничений необходимо преувеличение финансирования из федерального бюджета и в небюджетных источниках финансирования. И здесь нам важно участие в этом процессе наших партнеров, недропользователей, осуществляющих деятельность на территории округа. Все это будет способствовать поддержке и продвижению этнокультурных проектов и выступать фактором устойчивого развития и сохранения традиций культуры коренного населения округа. Как отметил в своем докладе вице-губернатор Андрей Блащинский, интерес к туризму в Ненецком округе подтверждается цифрами. В 2020 году регион посетили свыше 16 тысяч туристов. Это на 10% больше, чем в 2019-м. Путешественников манит самобытность и необычность арктического субъекта, где можно познакомиться с культурой ненецкого народа. Для привлечения в северную глубинку еще большего количества гостей необходимо объединить усилия местного населения и семейно-родовых общин, бизнеса и власти. 25 февраля родился известный северный писатель Алексей Коткин. Детство публициста прошло в селе Коткино, которому автор и посвятил большую часть своих произведений. Александра Литкова продолжит. В этом доме жил известный северный писатель Алексей Коткин. Последние годы жизни Алексей Степанович проживал в Архангельске, однако всегда тосковал по своей малой родине в селе Коткино. Именно ему посвящена последняя повесть писателя «Сульская мозаика», в которой рассказывается об истории этого старинного поселения. Повесть была написана публицистом в 1998 году. Можно смело сказать, что писатель считал своей миссией запечатлеть природу и историю родного края, быт его жителей, рассказать об укладе жизни в старинном русском селе на берегу Сулы. У нас раньше деревня такая была, что роды вот эти вот, знаете, жили же большими семьями всегда в деревне, и вот эти роды переплетаются, их отношения, их работа, о работе, все о жизни в общем. Вот такая она, как говорится, о нашей деревне, вот именно о Коткино. Очень интересно. И отзывы людей я слышала, что очень понравилось им, и они тоже перечитывали несколько раз эту книгу «Сульская мозаика». Свои первые книги писатель посвятил детской аудитории «Антошка. Заповедное озеро. Сенегорье». Затем были в основном повести и рассказы об истории Печорского края, коллективизации, гражданской войне и многом другом. Его главными критиками и помощниками всегда были дети и жена. Он нам читал еще, когда книжки, вот, например, какую-то книжку пишет, да, и всегда, чтобы мы ему дали, проанализировали там, или сказали, это хорошо, или там что-то вот такое вот с нами он. Но мама больше тут, конечно, корректировала какие-то, может быть, ошибки или что-то. Алексей Коткин много лет работал внештатным корреспондентом окружной газеты «Нарьяна Виндер» и активным участником литературного объединения «Заполярье». Всего издано 15 крупных произведений писателя, общим тиражом более 250 тысяч экземпляров. В 1978 году Алексей Коткин был принят в Союз писателей СССР, а роман «Красная ласточка» принес ему всесоюзную славу. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Добрый привет. В «Заполярье» стартовала совместная акция участников проектов «Нескучная детская больница» из города Новосибирска и «Доброклоунов» Ненецкого округа. Суть ее в том, чтобы рассказать далеким друзьям о своем городе при помощи самодельных открыток. Как стать участником акции, расскажет Ольга Русул. Давайте выберем цвет, какой он хочет под свои картинки. Музей рыбокомбината как импровизированная мастерская. Культорганизатор Дворца культуры Арктика Екатерина Коваль проводит мастер-класс для участников театральной студии «Отражение». Сейчас девочки придумывают, что будет на их добрых открытках. Дикие северные олени, наверное, да. Самое необычное. Также присутствует периодическое северное сияние, ягель. Наверное, все. Маделина сама недавно в Ненецком округе. Своими впечатлениями девушка с радостью готова поделиться с друзьями из других городов. Есть дети, которые могут кататься на упряжках. На упряжках это олени самих. И как они создают своими руками свои вещи, игрушки и многое разнообразие, что у них есть. Условия акции «Открытка» должна быть сделана своими руками. На ней необходимо отразить достопримечательности Нарьинмара и Ненецкого округа в целом. Участник акции получит открытку с видами Новосибирска или Сыктывкара или Саранска или других городов от участников акции «Добрый привет». Открытки должны быть сделаны, я так понимаю, своими руками, потому что они вложить в нее частичку души, то есть добро. И поэтому поделиться раз с другими людьми, то есть рассказать о нашем любимом городе, то, конечно, лучше сделать своими руками, не покупные. Добрые приветы будут переданы ребятам в разные города нашей страны, чтобы познакомить их с нашим регионом. В свои открытки с достопримечательностями можно написать добрые пожелания. А еще указать свое имя, фамилию, классы, школу, чтобы дети из других городов смогли написать ответный привет. У нас полно журналов, у нас также есть открыточки. Мы вырезаем связанные с нашим городом или с округом какие-то картинки и вклеиваем красиво, приклеиваем. Создаем сначала композицию и потом приклеиваем на открыточку. Открытки принимаются до 7 марта 2021 года. Надо только изготовить добрый привет и передать его добро клоуном. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал Север. И в завершении выпуска новости спорта. В Нарьинмаре определили победителя ежегодного турнира по мини-футболу на Кубок Ненецкого регионального общества «Динамо». Финал прошел в спорткомплексе «Лидер». Наталья Дуркина расскажет подробнее. С начала матча обстановка на поле достаточно напряженная. Спустя две минуты после свистка «Гвардия» забивает гол ворота СКА. Однако он не был засчитан. В первую половину тайма преимущество у команды воинской части. Игроки на 12-й минуте успешно атакуют ворота соперника. Следом еще один гол. Впрочем, «Гвардия» сравняла счет под конец тайма. В результате ничья. В перерыве записываем интервью с игроками. Отсутствие болельщиков, конечно, влияет определенным образом. Но все-таки, как всегда говорят в большом футболе, в мини-футболе, что действительно болельщик – это дополнительный игрок. Но сегодня наша команда заменила болельщиков. И те игроки, которые ждали, в свою очередь, перед выходом на поле, они все-таки все эмоции за весь зрительный зал старались поддерживать. Во втором тайме удача оказалась на стороне команды «Гвардия». Забив в ворота противника три гола, они поставили решающую точку в борьбе за первое место. Тем самым матч завершается со счетом 5-2 в пользу «Росгвардии». Несмотря на то, что команда «СКА» проиграла, футболисты все равно остались довольны игрой. Все выложились на максимум. Достойный соперник, достойная игра. И мне, думаю, что счет по игре, все боролись, но победил сильнейший. Команда «Гвардия» уже второй год подряд одерживает победу. Тем самым приближая себя к тому, чтобы оставить переходящий кубок себе. Так, ребята, молодцы, конечно. Ну, они в чемпионате округа играют достаточно всегда на равных. И борьба – это то, что у них всегда внутри. Без этого никак. Эмоции шкалят. Всегда претензии судьям, претензии друг к другу. Сегодня у нас обошлось без красных каточек. А так, конечно, борьба жесткая идет. Турнир по мини-футболу среди коллективов Ненецкой региональной организации «Общество Динамо» проводится уже седьмой год. Среди участников были не только представители силовых ведомств, но и воспитанники Центра содействия семейному устройству «Наш дом». Это переходящий кубок, медали и номинации «Лучший игрок», «Лучший защитник», «Лучший бомбардир» и «Лучший вратарь». По итогам турнира серебро у команды воинской части СКА, бронза у команды УМВД. Награду «Лучший вратарь» получил Сергей Веремчук из команды СКА. Звание лучшего игрока и лучшего бомбардира взяли Павел Токарев и Сергей Крюков из команды Росгвардии. Что касается лучшего защитника, эту награду забрал Илья Дружинин из УМВД. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире.